Приветствую вас, Виктория, и вы знаете, вы хотите, на самом деле, чтобы мы немножко по реализации здесь, как мне кажется, как мне кажется, и поддержали вас в этой ситуации, в которой вы чувствуете себя, условно говоря, ну, одинокой, брошенной и так далее. И в какой-то степени я вас понимаю, но проблема заключается немножечко в другом, как мне кажется, проблема заключается изначально в вашей тревожности по поводу того, что происходит с вашим мужем и его другом, может быть, в какой-то степени в страхах, то есть вы можете бояться, например, что муж тоже станет таким же, или, может быть, вы не умеете выставлять личные границы, чтобы вас никак не касалось то, что делает муж, или, может быть, вы чрезмерно зависите от мужа, ну, я имею в виду от того, что он делает, условно говоря, и так далее. Вот. Честно говоря, для меня это не ясно, пока что не ясно, но я с уверенностью могу сказать, что изначально здесь, во-первых, вообще тревожности и страха. Вот, ну, в первую очередь, как бы, то есть, проблема, она в этом, а не в том, как, там, условно говоря, ведёт себя муж, да, и там, ну, грубо, простительный или непростительный его поступок. Вот. То есть, у всех свои ценности. И его ценности такие, что, условно говоря, дружба важна, да. А ваши ценности, они такие, что, ну, грубо говоря, вы можете, там, написать третьим лицам, да, вот. О том, что вам, там, было бы спокойнее, если бы, там, ну, если бы человек был под присмотром жены, да. Вот. Для, допустим, мужчины может быть довольно унизителен вот этот вот момент, что он должен быть под чем-то присмотром. Ну, просто вот. Это может быть унизительно для человека. Ну, в принципе, унизительно может быть. И, как бы, условно говоря, вы на это не обратились внимания. Потому что, ну, вероятно, у вас ценности, ценности, вот, повторюсь, немножко, немножко другие. Вот. Но у мужа вашего, эм, ценности могут быть, вот, как раз, эм, такими, что ему это неприятно. И у друга могут быть, э, ценности такие, что ему неприятно. А по факту получается, что вы, там, условно говоря, перекладываете ответственность за свое спокойствие на, условно говоря, эм, ну, на, 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 на мужа, на жену друга и так далее. Вот. Что, как бы, как бы, эм, ну, не лучший, не лучший вариант и не лучший расклад для вам. Потому что это зависимость. Вот. И когда вы, по моему мнению, и, и когда, и если, когда, и если, вы решите вот этот вопрос, когда вы перестанете тревожиться по поводу, ну, по поводу того, как муж, там, эм, выбирает себе друзей, да, как, как, как он, как он, условно говоря, проводит, эм, своё время, как и с кем, да. Вот. Когда вы перестанете тревожиться из-за этого, тогда вы, вероятно, вероятно, эм, сможете для себя решить, как вам действовать дальше, что вам делать дальше. А пока у вас такой возможности нет. И вами правит действительно эмоциональное состояние, при котором вы, ну, не сказать, чтобы, как бы, ну, объективно, скажем так, в оценке, ну, в оценке, в оценке ситуации. То есть, понятно, что, в принципе, никто не объективен, да, понятно, что, условно говоря, там, немного людей, кто, в принципе, могут быть объективны, вообще никто не может быть объективен, но в данном случае, вами, вами, как мне кажется, больше на данный момент правят именно вот эти чувства, чувства тревоги и чувства, что вас, условно говоря, не защитили. И, как бы, можно морализаторствовать и говорить, что, там, муж, там, должен был меня защитить, да, можно, 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 так вот, вопрос, да. А можно разобраться в себе, как бы, и подумать, так, а, собственно, от чего меня защитить надо было, ну, изначально, вообще, от чего, что, что такого, вообще, что такого происходило, да, что, что меня, вот, там, не знаю, выбило из, ну, выбило, или выбивало из колеи, вот, то есть, как бы, вот, такой момент, а, ну, такой момент, может быть, вот, вы пишите, значит, президент, давайте я вам сейчас, так, он любит, выбить, а, он устроил скандал у нас, дома. А, вот, понимаете, какая штука? Да, вот, устроил скандал дома. Началось все с этого. И, с одной стороны, конечно, никто не должен устраивать скандалы у вас дома. Это, ну, очевидно. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. А, как вы отреагировали на этот, эм, скандал дома? Как он на вас появился? С другой стороны. С другой стороны. А, сказали ли вы, там, об этом мужу, например, что детский твой, эм, это неприемлемо, эм, что твой друг скандалит, да? Да? То есть, словно говоря, там, эм, делай, что хочешь, да? Вы можете, вы можете делать, эээ, что угодно, да? Можете, можете заниматься всем угодно, развлекаться как угодно, ну, типа, скандалов я не хочу. К примеру. К примеру. Э. Как вы отреагировали? Вы почувствовали свое бессилие, по идее, и вот как бы причина, наверное, в этом, страх вас заключается в этом, что вдруг позвонил, а он хочет приехать, я ничего не могу сделать. И вот, как бы, наверное, в чем проблема, что муж позволит ему опять у нас быть, и он опять устроит канал, и это как-то на меня негативно повлияет. А условно говоря, я мужу не настолько важна, чтобы он запретил другу приезжать, чтобы он ему отказал, вот. Я не чувствую свою силу, я не чувствую, может быть, свою значимость для мужа. И поэтому я, значит, вот делаю так. То есть еще обходные пути. Я обижаюсь, что муж меня не защитил, вот. И развод, то есть, ваше, вот, ну, ваше, образно говоря, там, решение о разводе здесь выглядит, как защитная реакция. Чтобы, условно говоря, чтобы я сама ушла. Чтобы не меня бросил, да, а чтобы я сама ушла. Такая, как бы, вот, ну, такая, такая, такая позиция, да, такая, такая стратегия, получается, как бы. Вот. И она эта стратегия, ну, на мой взгляд, да, вам, вероятно, ну, достаточно, достаточно тяжело дается, как мне кажется. Вот. То есть, вам, ну, трудно, вам трудно. Вот. Я понимаю, что вам трудно. Но тут дело не в мужа. Я надеюсь, смог вам это в какой-то степени показать. Тут дело в вам. Вот. И когда вы оказываетесь во власти тревоги, конечно, вы делаете уже все, что можно. Так вот, там, вот. Обращаетесь к жене друга, вмешиваетесь в, там, в дружбу мужчин. Вот. Обижаетесь, что вас не защитили и прочее, 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 прочее. Но, если так подумать, вот, насколько реалистичны и обоснованы ваши требования к мужу по защите. То есть, какой ли он человек, чтобы защищать вас в данном случае? Честно себе, просто, просто ответьте на этот вопрос и все. То есть, можно, там, условно говоря, повторюсь, можно сколько угодно морализаторствовать, да, можно сколько угодно, там, говорить, что вот, это правильное поведение, что это неправильно, что он должен был защитить вас, там, и так далее. Может быть, это так. Может быть, это и так. Но важно, что мы говорим про реальных людей. Важно, что мы говорим про реальные, про реальные, ну, отношения, грубо говоря. И в реальных отношениях, вот, что важно, нет места морализаторству, а есть место ценностям. Если, условно говоря, получается так, что ваш мужчина дорожит другом на данный момент, не важно по каких причинам, и вы чувствуете, что вы не настолько важны ему, чтобы он, там, ради вас, там, ну, там, делал что-то, да, то есть, ну, там, отказывался, там, своего друга, там, и прочее, прочее, да, вот, что значит такой мужчина. И такая у него система ценностей. Хотите вы этого, не хотите вы этого. И вам просто нужно решить. А я человека-то, вот, принимаю таким, какой, какой вот он есть или нет? Я могу человека принять вообще-то, вот, таким, или я все время, там, надеюсь, что он другим будет, как бы, вот. Я все время, там, условно говоря, там, рассчитываю на то, что он, там, ну, будет, как-то по-другому себя вести, вести, условно говоря. Вот. Понимаете? Вот. То есть, вот, в этом, в этом, мне кажется, вам нужно, ну, определиться, определиться с этим вам нужно, как мне, как мне кажется, кажется, вот. И уже, как-то вот, ну, исходя из-за этого, да, там, как-то выстраивать свою модель поведения, вот. И решать, как, там, вам дальше, что вам дальше делать, вот. Обратно говоря, вот. Вот как-то, как-то так. То есть, мне, то есть, сейчас вы обижены. Сейчас вы обижены. И я понимаю, ну, как бы, я понимаю вашу обиду. Я понимаю, что, ну, что вам обидно. Я понимаю это. Вот. Но, как бы, вот, спрашивая нас, простителен или непростителен поступок у мужа вашего, мне кажется, вы перекладываете ответственность на нас за принятие решения. Потому что сами вы боитесь, может быть, в глубине души-то боитесь остаться одной, вот. Ну, опять же, если я, там, прав, я это всё, что я говорю, да, это гипотиза и, может быть, я всё неверно вообще, вообще, ну, там, условно говоря, всё неверно придумал, вот. И, может быть, всё совсем иначе, вот. Но пока просто выглядит это всё так, вот. И вы пытаетесь приложить ответственность на нас за принятие решения, потому что боитесь его сами принять. боитесь доверять своим чувствам, своим эмоциям, да, вот. Но, 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 может быть, если бы вы как раз больше проявляли себя, если бы вы больше проявляли своих чувств, если бы вы больше проявляли свои ценности, свои эмоции, то, может быть, человек бы лучше знал бы вас. Человек бы, ну, как-то, лучше бы, ну, условно говоря, отдавал бы себе отсчёт в том, что вам врать. И ваши отношения, они, ну, возможно, возможно, были бы несколько естественными, более естественными, более свободными, более искренними, может быть. А не вот так вот, что, ну, не так вот, что у вас одни ценности, у человека ценности немножко другие. Ну, вот, а вы, там, требуете от человека одного, он, там, на самом деле хочет другого, ну, и так далее, да, как бы. Вот, поэтому, тут вот немножечко, как бы, про ваши собственные конфликты, получается. История, но не про то, можно ли простить вашего мужа или нет, потому что прощать его или нет, решать только вам. И никто не обязан прощать, там, человека, если, там, этого не хочется, условно говоря. Вот. То есть, с точки зрения ваших ценностей, да, это может быть непростительно. Но, тогда нужно соотнести это с темой, какой муж. То есть, условно говоря, если вы жготарянка, и вы считаете, что есть мясо непростительно, но выбираете себе мужчину, который любит мясо, и вот, начинаете требовать от него, чтобы он мясо ест. Перестал, он это нехотя ради вас делает, но каждый раз, когда он начинает есть мясо, вы его ругаете. И говорите, что непростительно есть мясо. Вот это вот пример нереалистичных требований к человеку. Вот. И то самое здесь, вы можете назвать поведением мужа непростительным, но... А адекватно ли это требование к нему? Понимаете? Вот в чем здесь вопрос. И чтобы вам разобраться в этом, нужно перестать решать, условно говоря, свою проблему за счет другого человека. Пока вы этого не будете делать, вы не сможете решить для себя, можно ли простить мужу или нет. Вот. Дальше вы пишите, ну разве, даже если я отступил, не обязан ли он, как мужчина, решить меня отскорбление третьего лица? Это не просто третье лицо Виктора, это его друг. Это первое. Второе. Может быть, и обязан. Может быть. И может быть, другой мужчина и решить его бы. Но ваш муж, это ваш муж. И он такой человек, как он есть. И я уверен, что в глубине души вы знаете, что он вас не защитит. Не защитит. Вы уже знали, что он вас не защитит. Но вы все равно этого ожидали. Потому что есть проблема. Ваша проблема. Проблема незрешенности. Проблема какой-то тревожности, угрозы. Сограли. Проблема обесценивания себя. Которую вы пытаетесь решить. За счет него. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, было полезно. Я буду благодарен за любой обратный связь. Желаю вам всего самого доброго.